Их служба своего рода пожарный спецназ. Требует максимальной слаженности от караула. Чтобы как можно эффективнее оказывать помощь в экстренных ситуациях, спасатели постоянно повышают уровень мастерства. Один из способов участия в смотре конкурса – лучшее звено газодымозащитной службы МЧС. Этап организовали в учебном пункте Заложского района. За звание сильнейших в этот раз боролись шесть команд. Все практические упражнения специалисты выполняли полностью экипированными в боевую одежду и снаряжение. Условия максимально приближены к реальным. В командах у нас люди с большим опытом, которые проработали более 15 лет. Есть кто и проработал всего лишь год. То есть команда у нас собрана не по возрастным критериям, а реально по профессиональному опыту. Будет у нас условный, так скажем, очаг пожара. Его нужно будет ликвидировать. В данном случае это у нас мишень. Ее нужно будет сбить. То есть все приближено реально к боевым условиям. Испытания сложные, требуют исключительной физической и психологической подготовки. Для хорошего результата мало сохранить максимум выдержки. Важно спасти людей. А в этом случае счет идет буквально на минуты. Этап квалификации – это условный пожар в квартире внутри пострадавшие. Задача команды в короткие сроки – обнаружить очаг возгорания, произвести тушение, а главное – отыскать пострадавшего, обеспечить его воздухом и вывести в безопасную зону. При этом на специалиста воздействуют опасные факторы – высокая температура и нулевая видимость. Участники называют это задание одним из самых сложных. Самое ответственное испытание является квалификация, так как есть испытание лабиринта. Которые требуют от нас больших навыков для более качественного бюджета прохождения его. В смотре этап квартира проходит на высоте. Участникам нужно вскрыть дверь при помощи лома. Его пожарные между собой называют «хулиган». Название переросло от имени создателя стального помощника. Ключевая задача испытания – ликвидировать условный пожар и эвакуировать пострадавших. Здесь в каждом этапе нужна подготовка. Если ты готовился, ты должен понимать, тебе это все представлять. Самое главное – не волноваться. Все этапы переулочены к работе. То есть, поиск пострадавшего. Мы заклеиваем маски, но мы ничего не видим. Так же, как и в квартире. Там все заполнено дымом. У нас видимость, можно сказать, нулевая. Прежде чем конкурсанты приступили к выполнению практических заданий, сдали тест на теорию. Смотр для тех, кто только пришел в профессию – это шанс набраться опыта, который позже пригодится при выполнении заданий. Для уже опытных огнеборцев возможность показать свое мастерство. Его оценивает судейский состав. Победители первого этапа пройдут дальше. А именно представят Ульяновскую область в Оренбурге на испытаниях Приволжского федерального округа.